Христос воскресе натихничь. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Как ваши дела? У меня все спрашивают, как дела? Ну, это в чат-рулетке. Я отвечаю. У верующих они по-другому не могут быть. Как Господь дает? Ну и слава Богу. Я сразу всех спрашиваю, независимо от того, как мы близки. Вы не против, что у нас все записывается и в интернет выставляется? Нет, я не против. Я за. Слушаю, пожалуйста. Вот связался. Хотел бы рассказать, как мы сходили в гости к священнику, отцу Петру Михайлову. Хорошо. Для меня это интересно. Давайте. С Катей Тинниковой ходили, вот тоже с ней познакомились. Вот. Может быть, так чуть-чуть издалека я начну. Хорошо, хорошо. Понятно. Чем подробнее, тем лучше. Меня хорошо слышно, да? Хорошо, отлично слышно. А меня слышно? Да, да, вообще очень хорошо слышно. Ну вот, подробнее, как можно подробнее. Как ходили, как подумали поехать, с кем поехали, как встретились, кто дома был. Все, все. Расскажите, чтобы я картину представил. Петра Михайлева я увидел изначально как бы в ваших роликах и в роликах Сергея Парализованного. Где-то с 17-го года, вот с конца 17-го года я его увидел в роликах. И мне понравилось то, что я когда писал комментарии, даже вот просто к Ютубу, и он отвечал, вот, Петр Михайлов, он, ну, то есть он был незакрытый человек, и мне это сразу понравилось. Это первый момент. Второй момент, то, что даже когда он вышел на связь с вами, он не испугался, он сразу свое мнение сказал то, что вот я хотел бы сказать, что вот здесь я не согласен. То есть он поступил довольно-таки смело, вот, ну, в целом. Многие даже просто не выходят там на вас на связь, они прочитают просто там вот отсидеться, где-то там потом, знаете, из-за угла высказать что-то. Вот, а он там, сектант, еретик, вот, а у Петра Михайлева такого не заметил. И только где-то 4 месяца назад я просто думал, а дай-ка я напишу ему в скайп, просто найду его в скайпе, вот, и действительно просто вел священник, отец Петр Михайлов, и он нашел в скайпе, поздоровался с ним, сказал то, что вот мы с вами в Ютубе, как бы так бывало, то, что через Ютуб, через комментарии списывались, вот, и он тоже так сразу был расположен ко мне. Вот, я сказал то, что как раз-таки я, как сказать, может быть, в неком плане духовный чад Игнати Тихоновича, вот, и говорю, и вот так вот пообщаться с вами. Он говорит, давайте, конечно. У него просто сразу вопросы были, как он там, то есть он сразу, потому что я уже давно, говорит, сейчас канал не смотрю, у меня нет времени, там просто такой, ну, как, все хорошо, говорю, вот, ролики все выкладывают, вот, вот, такого рода много очень вопросов он задавал. Потом тоже спросил, а как ты сам к Богу пришел, что читаешь, там, по Библии, как раз-таки у нас, мы много беседовали с ним, о вашем ролике, когда вы беседовали с Джастисом Уолкером, очень много с ним в скайпе переписывались, и беседовали очень много с ним по ролику из чата-рулетки с мусульманином, когда вы там благоуставали. Вот здесь очень много мы с ним прям общались, прям, где-то с вечера там до ночи переписывались, вот, а как, так вот, ну, было интересно, я вижу, что и он такой у него живой интерес в этом плане, он интересующий священник, то есть он, прям, у него горит вот к этому делу, я чувствую, что ему действительно все очень интересно. И просто он как-то в переписке говорит, ну, Дмитрий, вот именно, где вы живете? Говорит, да в Москве вы живете, он говорит, да вообще, говорит, замечательно, говорит, ко мне, говорит, приезжайте в гости, говорит, в храм, говорит, побеседуем, говорим, давайте, говорю, как вот будет возможность, а до этого Ксения Юрова, она тоже в нашей группе, в скайпе есть девушка Ксения Юрова, она меня добавила в группу ВКонтакте, группа называется, там, Российская Правоцлавная Церковь Евангелистские Христиане, консервативные евангелистские христиане, московские, московские, и там в группе как раз-таки была Ксения, и в группе была Екатерина Тинникова. Вот, и я уже увидел по фото, то, что Екатерина знает вас, потому что у нее там много фотографий из Потеряевки, вот, и по активности в группе, вот, когда там просто что-то, вот, мы там переписывались, она такая самая активная девушка, и уже сразу как-то было видно, вот, тоже ее расположенность, ее расположенность к благовестию, она вот, прям, тоже очень сильно горит духом, вот, она настолько открыта к благовестию, настолько хочет благовествовать, Игнатий Тихонович, что я прям очень мало таких вообще людей видел, не то, что девушек, а даже людей, и я как-то в группу как раз-таки выкладываю, говорю, ребят, вот, кто из вас общался, может быть, знакомый по роликам с Игнатием Тихоновичем, либо Сергеем Парализованным, говорю, со священником отцом Петром Михайловым, говорю, он очень открыт, говорит, вообще, приходите, если что, говорю, кто хочет, и она сразу же откликнулась, говорит, я задумя руками, говорит, особенно если, говорит, нужно будет благовествовать, говорит, я с удовольствием, мы договорились, больше ни у кого не получилось вот в это воскресенье, потому что там тоже еще были два молодых человека, которые тоже изначально выражали желание, потом у них не получилось там ввиду семейных обстоятельств. Мы с Катей встретились в воскресенье и пошли к нему как раз-таки в храм, где он является настоятелем, где он службу ведет там. И по дороге с Катей познакомились, поговорили, то, что она поделилась своим опытом, то, что у вас была в Потеряевке, то, что она знает Геннадия Фаста, как раз-таки она мне сразу же поделилась опытом, как она благовествовала вместе с Геннадием Фастом. У вас, то есть она ну очень активный человек, очень открытый человек и в действительности очень робкий по-женскому, такая застенчивая, ну в общем самые такие хорошие характеристики в целом характеризующие как девушку верующую. Вот и в этом плане в действительности ну таких очень мало, мне кажется. Вот она мне, вот именно как, знаете, как верующая христианка, как сестра, вы христианами так симпатична, вот с точки зрения вот по духу была. Вот, мы нашли храм, храм у Петра Михайлева, он располагается на территории Центральной клинической больницы, и в итоге тоже мы даже удивились, то, что сам храм, сам храм, он принадлежит не РПЦ, а именно больница принадлежит. Причем там даже инвариантный номер на храме написан. То есть вот зашли мы в храм, там было мало прихожан, служба закончилась, и мы как раз таки сразу сказали, что мы в гости к отцу Петру Михайлеву. И сразу же за ним пошли, его привели, отца Петра Михайлева, и мы там в уголке сели в храме, и сразу же познакомились, стали беседовать, а как, что. То есть прям сразу же вот такое чувство, как будто и он меня очень хорошо до этого знал, и Екатерину очень хорошо знал. Он даже сам вот с Екатериной, когда беседа была, он удивлялся так приятно. Вообще то, что когда она там, например, какие-то слова говорила по Писанию, ссылалась там на Евангелие, то есть он был поражен, отец Петр Михайлов. Вот просто он всегда говорит, Катя, как ты думаешь, а как вот здесь вот? То есть вот мое мнение спрашивал, особенно вот в вопросах благовестия. Сейчас позже чуть тоже забегу, скажу. Мы как стали сразу говорить о Писании, и были там некоторые люди из храма, один уже взрослый мужчина и женщина, и они сразу такие, а можно мы к вам подсядем, вы так интересно беседуете? То есть сразу слышали слово живое, им стало интересно, они вот как дети пришли, взрослые, говорят, мы просто послушаем вас. И отец, беседовали, беседовали, отец Петр Михайлов потом говорит, пойдемте вниз, я вас там накормлю, чаем напою, у нас там трапезная. Я говорю, да мы как бы есть-то не хотим, мы-то сытые уже пришли, если только чай попьем, пойдемте, пойдемте. Вот, и спустились уже вниз, там тоже сестры были вот этого храма, мы беседовали, попили там чай, шиповник попили. В этом плане, говорю, он прям был очень расположен, отец Петр Михайлов. Единственное плохо в том, что он сразу предупреждал, говорит, мне хотелось бы так побольше, может быть, с вами побыть, но мне нужно будет к пяти часам ехать там, я с женой договорился в Красногорск. И поэтому у нас время было, вот мы где-то с пол первого до четырех часов, до шестнадцать часов просто на одном так дыхании беседовали, интересно. Я, знаете, что акцентировал для себя, когда вот мы беседовали о вас, вот, отец Петр, вот, мне тоже это потом так обдумал, он интересно тоже такую характеристику дал о вас. Говорит, я когда, говорит, увидел Игнатия Тихоновича, говорит, я так тоже, говорит, навострился, говорит, прям вообще сейчас думаю, выйду, говорит, в скайп, говорит, и разнесу его, где он ошибается, вот. Говорит, ну понятно, говорит, так не получилось у меня сделать, вот. И, говорит, я долго анализировал беседу свою с ним, отец Петр Михалев, говорит, и потом уже, говорит, когда, говорит, с Сергеем мы общались. И, говорит, я, говорит, начал понимать, что любой миссионер, сам, вот, Петр Михалев говорит, говорит, это, говорит, диверсант и хороший разведчик на поле брания. Он говорит, то, что, говорит, и христиане, говорит, ведут духовную войну постоянно, то, что наша брать не против плоти и крови, а против духа в злобе Поднебесной. Он говорит, то, что... И поэтому, говорит, очень плохо, то, что вот миссионеры, говорит, вообще их единицы сейчас, их вообще, говорит, нет. И любой, говорит, хороший миссионер, говорит, это, как православный Штирлиц. Говорит, мы-то, говорит, тут в тылах сидим, и мы, говорит, ничего не понимаем, мы ничего не знаем, что, говорит, у них там. Говорит, ну он на фронте, он непосредственно, говорит, общается с врагом, Он входит во вражеские общины Он входит во вражеские собрания И он их оттуда Пытается утянуть К нам К нам своим И поэтому у любого миссионера Тот же самый Кирилл и Мефодий Против них тоже Буйствовали По-моему Кто-то из них же был гоним В пермете года отсидел Да То что они же были против То что они пошли перевели Писание на Славянский язык Они же там буйствовали против них И он такой параллель Мне понравился Он говорит Православный Штирлиц А мы здесь всех попы Епископ этого не понимают Говорят они А у него там своя информация Он знает что делает миссионер Он владеет обстановкой Как апостол Павел Он для всех сделался Всем Он входил в собрание язычников Входил к иудеям Он тоже был гоним Как и любой миссионер И мне понравилось Он так еще интересно Рассказывал Я сам жалею Что даже не думал Когда шел Например взять и записать Этот разговор Хотя бы записать Не говоря там уже Снять на видеокамеру Вот Вот здесь вот Так Может быть мое упущение Потому что Телефон там камера такая слабенькая Но было бы интересно Конечно послушать Вот нашу беседу Много мы говорили О святых отцах Говорили Говорили о канонах Он Вот отец Петр Михайлов Так я понял Он постоянно вот читает Интересуется До сих пор Он не угасший священник Он много приводил интересного Из слов Блаженного Августина Он на него очень много Вот ссылался Какие-то вот такие интересные вещи Говорил О войне мы говорили Очень много Там тоже вот Которые Его прихожане были Там вопросы задавали Когда вот мы В каких-то эпизодах Вот беседовали Вот они тоже А вот можно нам вопрос задать Вот Такого рода Единственный эпизод Вот То что вот Отец Петр Михайлов Здесь пока что Говорит Мне тяжело сделать Я хотел Идти на благовестие Сам один Именно Говорит На больнице Там большая территория больницы Говорит Я хотел Именно к этим людям Прийти Чтобы Они как раз таки В двух шагах Ходили в храм Но главный врач Был настолько против Вообще На это настроен Что Просто запретил Так как территория Вообще Все Больницы подчиняются И он говорит То что В принципе У меня есть еще идея Я еще С ним поговорю С главным врачом Может быть Епископ поможет То что Смягчится сердце И я Очень настроен Он говорит Могу ли я на вас Надеяться То что Вы мне сможете помочь Ну мы говорим Да конечно И Катя Конечно В этом плане Мы с удовольствием Придем Если любое дело Связано с благовестием Особенно с вами Мы сразу же Подпишемся И придем Вот И он говорит Хорошо Говорит Я Тогда буду Надеяться На вашу помощь В этом случае Свяжусь с вами И Скоординируемся Вот такого рода Беседа была Понятно А как же у отца Кирилла Сахарова Тоже в больнице Там дополнительный храм У него препятствий Никаких там нету Но у него храм Не на территории больницы А он Именно Михалев Он говорит То что Я хотел Первым делом Именно Плакат Вывесить Большой Повесить Именно из слов Писания Повесить Рядом С храмом И отправиться На благовестие Именно По этим Блокам Которые Там больницы Огромнейшая территория Там действительно Поле Где благовестие Очень большое Я вот Когда пришел К главному врачу Он говорит Не надо Это лишнее То есть Главные врачи Там Не верующие Поэтому Он так и отговорил Это только головная боль Говорит Если вот вас Люди сами Просят То вы приходите А просто так Здесь ходить И условно В этом Проповедовать Не нужно Это вот Такая позиция Была Главного врача Понятно А у отца Кирилла Это одна из комнат Отдана Прямо в самом Корпусе Больницы И там Когда Богослужение Шло Больные Ходят Приходят Препятствий Никаких нету Совершенно Как будто Это На территории Его храма Берсеневки Я даже не знал Например Потому что Я на На Берсеневке Был Но даже Не знал У меня были С собой Книги Как раз Мы возвращались Домой И они Тоже Стали книги Покупать Сразу Прямо В очередь Стали Ну все Открыто На территории Уже На улице Никого Нету Что были Против Ни одного С чем Это связано Такое Разное Может быть Там Тот Который Против Он другой Веры Может быть Может быть Но Я говорю Вот Он сам Отец Петр Он так Настроен На благовестие Рассказал То что Он Осенью Ваш брат Приезжал Да К нему В гости Вот Тоже Рассказал Об отце Акиме Говорит Я удивляюсь Говорит Насколько Разные Они Говорит С братом То что Отец Аким Говорит Игнать Тихонович Вот То что Именно По характеру По Темпераменту Он говорит То что Они Разные В действительности Вот то что Отец Аким Вот он Ну он Очень так Положительную Характеристику Дал То что Говорит Очень В действительности Такой Мудрый Священник Вот Ну что ж Слава Богу Да Слава Богу Вот Я Рад был То что Вот Мы Съездили Разные Это Понятно Что Люди Разные Совершенно Да Да Но главное Это у нас Одна Дорога Одна Цель Одна Трава Вот И он Сам Говорит Ну Говорит Типа Игнатий Тихонович Сколько Православных Как раз Таки Вот Про Геннадия Фаста И он Говорит Мне понравилось Когда он Сравнил Говорит Это же Профессиональный Разведчик Православный Говорит Любой Миссионер То что Говорит Мы Не знаем Мы Тыловики Здесь Сидим Говорит А что Происходит На духовных Фронтах Говорит Нам Неизвестно Говорит Любой Кто В тылу Сидит Говорит А это Он Там Он Мне понравилось Так Рассуждал Говорит А хотя Говорит Он Лучше Обстановку Знает Он Знает Что Кому И Как Проповедовать И благоуставать А в итоге Он Наших Врагов Духовных Врагов Обращается В наш Стан Ни у кого Я просто Так Не слышал И мне Понравилось Как он Охарактеризовал Первый раз Мы встретились Относительно Крещения Там Еще Что-то И как раз Я беседовал Отец С Аким Сидел Рядом Поговорили Мы с ним Круто И видимо Это его Как-то Задело Может быть Вот И он Как раз Таки Помните Он С вами Как раз Беседовал У него Он был С длинными Волосами Вот Теперь Он говорит Нет Я Как раз Это Принял От Игнатия Тихоновича Про бороду Действительности Я это Прочитал Священники Именно Стригли Волосы И я Помню Он Это Проверил Потом Я думаю Дай-ка Я тоже Буду Встречи Встречи В этом Ничего Такого Нет Да Ведь не только Стричь Дело В том Что Происхождение Это Чисто Языческое И прямое Указание Если Мужчина Вопрос Идет Не о Монахах А о Мужчине Мужского Пола Индивидуум Растит Волосы Это Для него Бесчестен Ну и Больше Тебе не надо Ты бесчестный Бесчестный То есть Порченный Ну все Тебе нравится Это Нет Один Как-то Мне Ну вы Законник Такой Игнать Я говорю Игорь Давай ты дальше Ты мне что Хотел оскорбить Законник Теперь Когда будем Здороваться Принародно Ты везде Говорю А это Игнатий Законник Ну Напротив Законники Нравятся Там только Беззаконник Я тебя Везде Буду называть Здоровый Игорь Беззаконник Он Сразу Ты начал разговор На слово Законник Она Противовес Имеет Только на другом Конце Весов Беззаконник Никак Это вы его избрали Законник Вам не нравится Вы меня обозвали Что я знаю закон Божий На него опираюсь А вы все бросили Ушел Неизвестно Куда в мир Дети неверующие Выросли Беззаконник Уже И по назначению Беззакония И по названию Все Сразу На место Встало А то Что Знаю Знаем Где Что у Баптистов Лежит Что Есть Очень Уязвимые Места Я ни от кого Это не брал Хотя Занимался Еще Дореволюционными Как Лазарь Кунцевич Один из Самых Сильных Миссионеров Был Журнал Ревнитель У меня Подшивка Была Баптистский Пресс-Витер Дал Ульянов Это В Пензе Было Там 1400 Страниц Большого Формата Как Огонек Журнал Вот Я его не знаю Сколько раз Пять или семь Законспектировал 1400 Страниц Каждый раз В конспектах Все меньше Меньше Писал И наконец Все стало У меня Мещаться На вырванной Из тетради В клеточку Два листа То есть Получается Четыре листа У меня Помещалась Вся книга Я только Гляну Все И притом Я это сделал Так как Я ожидал Будут аресты И как бы Все не исчезло В разных городах Постарался В разных местах Сохранить Ну как Яков Когда вел Два стана Если один погиб Второй останется На встречу С Исавом С братом Шел Да В бытие Потому что Если человек сидит Дома Он не понимает Где надо двери Запирать Где свет потушить Вот мы Дорогой прячемся Нас Чтобы никто не видел Нам нужно Костер разжечь Успеть Пока темноты нет Иначе огонь Видать Далеко За километры А человек Пошел С фонариком В лес И я уже Конфликтую С ним Этого нельзя делать Это ни на фронте Нигде не позволит Ты должен Пройти Проползти Чтобы травинка Ни одна Не хрустнула А ты пошел Светишь А тут мимо Идут машины И деревня рядом Сразу сообщают Там то-то То-то И нам Зачем это нужно Мы как-то Опоздали Если никак Не могли С трассы А когда сошли Уже темно А нам готовить надо Так мы палатки Развесили Загородились Но машины Тут сплошь идут И нас никто Не видел Это опыт Вот когда готовились Мы ехать Длительную поездку По Европе До Лиссабона На Скандинавию Прибалтику Я в интернете Выбрал практически Все Что было известно Теми кто ездил Все это Себе снял Скопировал Переплел Переплетчик Взял Ни разу Нигде Это мне не потребовалось Открывать Ссылаться Потому что Все пошло не так Притом Все что писали Я признал Что правильно писали Но с нами Совсем по другому было Почему У нас Непрерывная Была молитва В дороге До начала Возвращаемся Мы Молились В день Ну минимум Может быть Десять раз Это Три святоя И сто поклонные Лестовки Да Я это знаю Вот Понятно И теперь Когда спрашивают Где-то Мы можем дать советы Но тогда я Криком кричал Мы едем Ничего не зная Опыт нулевой А теперь Можем сказать У нас такой опыт Который редко У кого бывает Он поехал Его в автобусе Там возят Что он видит А знает А мы сами едем Мы останавливаемся Заворачиваем В такую глушь В городе Забираемся Ночуем где-то В степи В горах Там ягоды Собираем Едем дальше Вот у нас Опыт Притом мы И как-то Проехали Нигде прокола Не было Ни одного Это 120 тысяч Километров Да я видел Даже смотрел Как вы ночуете Рядом с лес Поля Кушать Нужно посоветовать Кто едет Как вести себя Очень много Значит Как готовить Пищу Где ночевать Обязательно Должна быть Хорошая собака С собой Ложишься спать Тебе никто Не подойдет Ни с какой стороны Собака Он только загремел Цепью Все Шевельнулся Заяц пролетел Воробей 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 Ночень не летает Мы уже на ногах А на ногах Значит У нас есть чем Оборониться Если это Хулиганы какие-то Не убить Мы же не будем Стоять просто Так Нет Собака Это верно было Решение Причем там такая Умная собака была Собака Ураган был И что интересно После первой поездки Он стал чемпионом Сибири А после второй Чемпион России На выставке Под защитной Караульной службе Там и другой Я когда-то В уголовном розыске Занимался Дрессировкой Ну и дорогой Каждый день Когда наши ребята Спят Настроя было Шоферы Двое На благовестие И Господь Так вот сохранил Поэтому опыт Мы готовы Передать любому Это очень важно Где ночевать Потому что Какая сила У нас график Отбоя у нас У нас был всегда В 10 Подъем в 2 Оба Что были Могли вывезти машину Один Желательно Дальнобойщик Во-первых Большой опыт А во-вторых Знает как По мелочи Что-то отремонтировать И оба Все поездки У нас Именно так и были Вот что мы задумали Сильно нас пугали Насчет собаки Скандинавия Значит Они у меня Собака Защипирована У них За грифки Чип прощупывался Все Прививки Сделанные Документы Ветеринарные Все Но там Привязываются А у вас На белой бумаге А надо на синей Если на синей То надо на белой Вот как с ними Разговаривают В другом месте Там есть Голубей Кормить нельзя У нас у храма Хоть где кормить Ну и разные Такие вот Мелочи К нам нигде Никто не подходил Помню Это было в Австрии В Вене Ну не доезжая Вены Где-то мы Остановились Ну и смотрим Там большая территория Где останавливаются Мы подальше проехали В территорию А тут вал большой На вал встанешь Там мимо трассы Вал огромный Вал Зайсы бегают Ну и собаку Привязали здесь Полиция едет Что опасно Полиция Все привязываются Ночевать в машине Нельзя Мы должны Мы должны Заранее Заранее С дороги Заказать Себе гостиницу Но главное Что мы не заказывали Все время Спали Ну поэтому Если есть возможность За границей Там не сидишь С дороги Никуда Там все Решеткой затянуто А в России Нужды нет Мы до лесополосы Доехали Какой-то закуток Рощица небольшая Мы туда за нее Все опять Где-то ветки набрали Машина замаскированная Ничего нет Я с собаками Пошел С собакой заниматься И вот здесь Пришлось увидеть Вот как люди Какие были до нас Почему с ними так было А не с нами Особенно пугались Чечней Там ничем больше не занимаются В Чечне Как только головы режут По вас уже мы поняли Вам охота быть мучеником За Христа Но этих зачем берете с собой А нас приняли Как родных братьев Как будто они нас ждали Притом были не один раз Притом везде одинаково В шести мусульманских республиках В Турции Вот Бог За нас столько молились Один Где-то мы остановились Карлсру Какой-то Портовый городок А там На втором этаже Можно подсоединиться В интернет войти Ну культурно все Это помнится в Швеции было Я что-то глянул там к себе А там баптисты В Великобритании Молятся А нас Рядом дети стоят Баптисты Вряд И молятся Благослови Господи И брата Игнатия И то другое Стоят и крестятся А даже баптисты Баптисты И при том Я с ними не встречался Но там уже встреча была готова Все Но масоны меня не допустили И главное Гарши православные были Да Что интересно Нам где нужно было Там из Дании В Швецию В Финляндию Переплывать там Гузон местный И они созвонились Там Югумен Никита С патриархией Обо мне С патриархией договаривались Это что заранее сказать Что Ну ничего не будет И вдруг Тоже совершенно неожиданно Патриархия Сама патриархия Ответила Благословляем Эти встречи Со мной А они благословляют Но это сейчас У нас такой митрополит Но тогда вообще не было Мы едем туда Уже Они оплатили нам билет Все уже оплачено И оказывается Мы не можем проехать И поэтому Теперь уже Гляжу назад И думаем Потери-то не было Мы в это время Успели в Эстонии Подольше побыть В Латвии Я там помолился Где обратился Вы видели этот ролик Видите? Да, да, да Конечно Я видел Когда вы заплакали Да Вот И это все Убого Вымерено было Поэтому вот Подготовку-то Я время, конечно, тратил Выписывал все Дорогу еще перечитывал Чтобы раз Такое обычное То никак И вот полиция едет к нам Там Где в Вене-то были А я на холме стою Там этом На валу А собака привязана В стороне А тут никак не зайдешь А у них Заасфальтировано Вокруг А здесь Можно так Палатки ставить нельзя Мы палатки ставим Вот понимаешь Мы сколько нарушений делаем И полиция едет И полиция только подержать Как наш ураган Встал Как рванул Зарычал Залаял Они тоже вот так вот Назад завернули полицию И поехали Ну зачем ему это нужно Когда неизвестно С чем это окончится Молодцы Мне сильно понравилось А у нас бы там Он убился бы Но Лез бы Чтобы какую-то пакость сделать Да Да Вы правы Задерживали Было так Задерживали И задерживали с той целью Чтобы помочь нам Я еще в Америке Когда много ездил Ночью как-то ехали Луна Ну Шофер который сидит Он Орлов Никита Феоктистыч Теперь он Митрополит Антоний А зарубежная церковь И он карту развернул На руль положил Ну а впереди-то Дорога Луна И свет светит Оно видно где Линия-то А линия-то Где-то показана Сплышняком-то А он ее Видно задел Туда-сюда Ночь Едем где-то По дороге Сельская местность Никого Нигде нету Только он Два раза Туда-сюда Повернул Сигнал Полиция Сзади Я всегда удивлялся Их нигде Не видать Нету Но у них Под строжайшим Контролем Полиция Он только Смотри Говорит Руки в карман Не толкай Опусти руки И стой Потому что Иначе Можешь пулю получить У них это Очень круто Расправляются Мы остановились Спрашивают Почему вы переехали Он говорит Карта была у меня На руле Но я и виноват Но я не знаю Где здесь старик Один так живет Говорит он Он слепой И мы ему мед везем Но у него станки Были такие Токарные Высощайшего уровня Мы все это Получили Погрузили До Санкт-Петербурга И все у нас Совровали Ничего не досталось Один даже говорит Я вот сейчас ем Говорит Но совесть мучает Написано Игнатию Тихоновичу Лапкину А я сижу и ем И говорит Ну мы сказали Что разграбили Но сама милиция Это сделала Я говорю Мы об этом не думаем Конечно И вот здесь Мне сильно понравилось Что они остановили Расспросили И поехали впереди И показали Где свернуть А там только свернешь Метра пятьдесят И дом Вот как В Германии В Германии было Так же За рулем Сидел Виктор Николаевич А он Так-то в очках Видел А ночью-то плохо И он свернул Вправо Вправо Там прямо Глубокий ров Как мы туда Не улетели И они сразу Остановили Почему так ехали Они за нами Ну и к себе туда Полицейский участок Завезли Давай смотреть Здесь стекло Выдвигается В машине Фонариком туда светить Я говорю У нас тут телефон Тут мы не знаем Где ехать Они сразу Созвонились Валентина Стартисон Она в нашем чате Тут Она сразу Говорит Да я не дождусь И где они там Застряли-то Да где-где Говорит Они в полиции Тут Ну так вы ему Укажите путь-то Где Ну они все Выехали Вперед нас Показали куда ехать Понимаешь как Давай сфотографируемся Мы с ними Сфотографировались Молодые ребята Такие стоят Ну а женщина стояла И что-то все время Подсмеивалась Тоже в полицейской форме Они наркотики Там ещут Оказывается Там Так мы отсюда Приехали Сделали перевод И я поблагодарил Начальство За таких хороших Работников Которые у них Послал фотографии А потом даже Я видео видел Когда По-моему где-то Вот в прибалтийской стране Когда тоже к вам Подошли полицейские Там тоже нормально Подошли Они Мы сказали Мне Она позвонила И испугалась Что полиция Я говорю Нам как раз полиция Это и нужна А я книги там Подарил на том месте Какой-то Стоматологический Фармацистический корпус И туда подарил Эти книги Я не подошел Я могу взять По-русски Говорит Я ему подарил книги Назначенные для людей Которых Через которых Я пришел к Господу Где впервые Евангелие получил То есть Получилось как надо У Бога все вымерено Говорят Бывает ли Не бывает Случайно По-человечески Да Случайность Но у Бога Это вымерено было Вот Вот где-то там Показывает Айсберг Оторвался Ну айсберг Огромный Огромный 300 метров длины Айсберг Льдина такая Он плывет И плывет он Гон День Два Год Второй На третьем году Он выплывает Точно На поперек Титанику Чтобы встретиться Там теплая погода Три года назад Он оторвался Таял Теперь Какой надо Высоты сделался И как раз Чтобы гордость исчезла Потому что Конструктор этого корабля Как говорят Он говорил Теперь и сам Бог Не сможет нас потопить Непотопляемо Ну вот Говорят так И вот Когда подумаешь Случайно Не случайно Я бы мог мимо пройти Бабушке этой У которой Сумки взял Нес Когда во флоте Работал А вот через нее Я бы зашел Баптистом А баптисты Латыши Указали на русских У русских Я встал и пошел Еремеев Михаил Александрович Не встал бы с колен Когда молились Я гляжу уже Время в кино идти Он бы меня не пригласил Я следующий Уже день У него был А дальше все Пошло Все известно Мы должны быть Очень внимательны Это промысел Божий Как Гитлер Она вся жизнь Так случайно Все случайно Да Гитлер говорил Проведение Когда Подожди Рейхстаг Ему Ох как надо было Это Теперь сразу Мгновенно Компартию Запрещают Не то что митинги Арестовать всех И дальше уже Понеслось Он ждал этого Говорят Что он Ну Сами его сделали Нет Это сделал именно Поляк Подосланный Ну и проще Все Да Там провокацию Они хорошо Саботаж устроили Да Еще Нас отец Петр С батюшкой Сравнивать Начал Разные Да Но он говорит Удивительно Он Вот Петр Михалев Он действительно Он такой живой Он Как вам сказать У него такой детский интерес Он действительно Такой располагает Очень к себе И он говорит Я Понимаете Я настолько Так Пообщался С отцом Акимом И вот Когда Общались Мы с Игнатием Тихонович Насколько Они разные Вообще Он просто Настолько Они Как бы И То Что К тому Что Да Один Так 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 Но Нас Главное Объединяет То Что Мы Во Христе Вот А Мне Знаете Что Понравилось Что Вы Сейчас Сказали Про Законника Мне Еще Как Понравилось Кто Вас Фарисеем Стал Обвинять Да Он Фарисей Такой А Вы Говорите Да Фарисей Апостол Павел Был Фарисеем Не Просто Фарисей Говорит Фарисей От Фарисеев Да В двадцатом колене Фарисей 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 Фарес Это Отделенный Это Было Очень Из Фарисеев Получались Даже Апостол А из Саддукеев Никогда Никого Не Было А Саддукеев Что Отрезают Как Сектанты Выбрасывают Сейчас Частенько Так Вот С Православным Беседуешь Да Ты Там Фарисей Какой Да А Нормально Да И что Да Апостол Павел Был Фарисеем Из Фарисеев Это Честь Так Считаться Конечно Потому что Я не просто Беру Канон А я Представляю Что Здесь Были Сотни Епископов Так Сейчас Я подойду Да Конечно Конечно Так Ну Все На Этому У меня Тут Пришли Отвлекаюсь Теперь Больше Ничего Нет Нет Больше Ничего Нет Все Это Работу Все Благословить Игнать Тихонович С Богом До свидания Выключайте Да Хорошо Выключаюсь